Дорогой брат, возвращаюсь к вашим словам, которые вы сказали в начале урока, что мы нашим кли становимся подобным свету тем, что хотим соединиться с товарищами. А в чём мы здесь становимся подобными? Мы учили это уже давно, что кли должно быть подобно свету, который наполняет его согласно закону подобия по форме. То есть отношения между нами, когда мы соединяемся, в какой-то мере взаимная отдача между нами, мы должны прийти к тому же свойству, первому, самому маленькому, которое есть у света, в отдаче между нами, в отношении между нами, в отдаче, в помощи, внимании и так далее. Мы этим, по сути дела, должны прийти к состоянию, когда будем подобны свету, творцу. То есть если у нас есть товарищи, есть окружение, мы можем здесь представить себе просто духовные свойства, то есть взаимную отдачу, и тогда в таком виде мы уподобимся высшему свету. И тогда, согласно закону подобия по форме, он войдёт в нас и наполнит нас. И насколько ещё больше и больше мы сможем соединиться внутри, мы взаимно. Это не обязано ощущаться снаружи в чём-то. Мы не обнимаемся, не поддерживаем друг друга, как каждый своего маленького ребёнка. Как-то я не видел этого, когда находился среди каббалистов, то я тоже не видел никогда какую-то внешнюю форму, которая так выражается. Но потом я видел, что это действительно происходит между ними, что просто каждый находится во внимании внутренним, очень глубоким и большом, и широким к другому. И так они приходят в состояние, когда между ними есть то же стремление быть как свет в отношении к товарищу. И тогда получается, что этим они строят основу для высшего света, чтобы пребывал между ними. Вот мы вчера тоже с товарищами обсуждали, что внешне это может и не будет заметно. А что это за внутреннее такое направление, когда мы хотим быть как свет и хотим думать о товарища, переживать? Что это за такое направление внутреннее? Это человек, который поможет ближнему, возлюбив ближнего к самому себя. Разные такие высказывания, которые мы слышим от каббалистов. Есть много таких фраз, которые объясняют нам, что должно быть направление отношений между нами, каждого к другому. И это очень тяжело. И мы должны, тем не менее, стараться как-то понять эти условия и приблизиться к ним. Хотя у нас есть большое отталкивание от этого. Каждый, кто больше своего товарища, злое начало больше него. И тогда получается, что мы затрудняемся в этом даже больше, хуже, чем обычные люди. Как ученики Раби Шимона хотели поубивать друг друга. Есть не периоды, а просто такие изменения в отношениях между подъемами и падениями, и в влечению друг к другу, отталкивания друг от друга. Так мы учим, пока мы не видим, что мы сами не способны удерживаться в этих состояниях и прорываемся в молитве достаточной, чтобы исправить связь между нами. И в связи между нами раскрываем Творца. Вот вы сказали, что здесь мы приближаемся друг к другу. То есть каждым днём должны становиться ближе внутренне. Но вот как понять, что сегодня на уроке мы стали ближе, как десятка, друг к другу? Мы не становимся ближе. Ты требовал этого, хотел этого, подготовил себя к этому. Ты сделала какое-то действие, подготовку, думал об этом? Нет. Поэтому я перед уроком говорю об этом, чтобы пробудить всех. Чтобы, если чуть-чуть, каждый сможет добавить что-то во внимание к другим, насколько мы должны сблизить себя внутренне больше, так, чтобы Творец смог войти в ту основу, которую мы готовим для него. Это не ощущается снаружи. Абсолютно. Это просто внутренняя работа. И это как раз и есть самая важная работа. И поэтому она называется «Скрытая тайная наука». Потому что это скрыто от других, от всех. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok